Доброе время суток, друзья, подписчики канала. Закончилась выставка в Луховицах. Приехали буквально недавно оттуда. И получили два подарка. Один вот такой вот тигр от Дрэгон и вот такой вот тигр от Томии подарили ребенку. Будет два обзорчика или в одном даже, я не знаю, определимся. В общем, в этой коробочке у нас... Сейчас я в стороночку все это уберу. Инструкция стандартная, в принципе, для Дрэгона. Все лаконично, понятно. Ничего замудрого. Хотя по количеству деталей деталировка должна быть отличная. Плюс в комплекте идет точеный ствол, фототравление сразу же. Не буду на этом зацикливаться. Вот, собственно, точеный ствол, крылья, снаряды, ведро тоже имеется. Здесь у нас для танкиста фототравление платка. Вряд ли вы ее увидите, конечно. Платка травлений для танкиста. Две командирские башенки, потому что на три варианта, то есть здесь можно сделать три варианта. Тигра. Трос металлический. Всякие петли, всевозможные коуши на трос. Остекление. Причем все сделано на довольно-таки высоком уровне. Декаль. В принципе, я не знаю, какой тигр я хочу сделать. Возможно, даже что-то из трофейного покручу. Огромное количество литников. Просто бесчисленное множество. Это тоже фототравление шло в комплекте. А теперь по литникам. Качество литья, как обычно, у Dragon на высоте. Ножете-то найти. Вот эти. То есть, даже если брать мелкую деталировку, мелкую деталировку, то пролито все просто изумительно. Фактура дерева, все мелкие детали. Даже трос, в принципе, вот если брать трос, там металлический в комплекте, да. Но даже вот этот трос, он очень даже ничего. То есть, он очень приятно сделан, и если его оттонировать, подкрасить, то он, думаю, не будет ничем уступать металлическому. Ванна корпуса дала одной деталью, что, в принципе, сейчас уже в последнее время для всех производителей становится нормой. Но пролито отлично. То есть, ни облоя, ни смещений, абсолютно ничего. То есть, мелкая клепка есть, все есть. Не думаю, что проблемы будут с стыковкой, потому что у Dragon обычно с этим проблем нет. Дальше пошла ходовочка. Опять же, если брать в расчет то, что данная модель не из новинок, в принципе, Dragon, то сделана она просто шикарно. Ходовка. Шикарно все пролито, шикарно все сделано. То есть, вся клепка нанесена, все болты, все очень четко читается. Облоя нет, смещений нет. Да, потребуется небольшая обработка, то есть, как бы он, шовчик все равно присутствует. Но он настолько незначительный, что я не думаю, что с этим могут возникнуть какие-либо проблемы. Но и сделано все на очень высоком уровне. Дальше у нас идет верхняя часть корпуса башни. Хотя шансовый инструмент есть Эдуардовский, здесь. Вот, верхняя часть корпуса. Мана просто отлично сделана. Есть имитация сварного шва. Лопата. Довольно-таки неплохо все выполнено. Даже на мелких деталях отсутствует облой, отсутствует смещение какие-то. Даже вот, если рассматривать, то и шва-то, в принципе, я не вижу. Тут мелкие детали, бензобаки. То есть, вот даже вот, мельчайшие детали, такие как вот, ручки. Все отлично выполнено. Вентилятор, конечно, толстоватый. Но это все мелочи. Толкатели все внутри. Так что, проблем с этим быть не должно. Шансовый инструмент. Отдельно идет еще. Отдельно идет шансовый инструмент. Лопата. Топор. Кстати, сделан очень качественно. Башенка. Башня. Имитация сварного шва есть. Она, правда, не такая явная, не такая выраженная. Но все же присутствует. Ну и качество, сами можете видеть. Все толкатели внутри. То есть, абсолютно этого не будет видно. Ну, соответственно, внутренний интерьер не дан, поэтому смысла нет даже углубляться в это. Дальше у нас идут крылья. Крылья, хотя они даны в травленом виде. Вот они. Надо будет собирать. Также даны крылья в пластике. Здесь продолжение еще шансовый инструмент присутствует. Эти вот детали должны даны тоже в травленом виде. Не знаю, буду ставить их или нет. Потому что, как правило, их не было. Ну, опять же, качество на высоте. Дальше идет мелочевка всевозможная. Я не думаю, что стоит на ней подробно останавливаться. Ящик. Петли даны, по-моему, в фототравленном виде. Придется стачивать. Ну, опять же, отлить все изумительно. Есть приспособление для собирания траков наборных. Чтобы правильный провис был. Очень удобная вещь. Детали башни. Тоже вот деталь. Очень мелкая, выполненная. На высочайшем уровне просто. Ходовая часть наборная. Не вижу никаких видимых проблем с траками. Подведены питатели вроде нормально. То есть, не должно быть проблем с зачисткой. Вот с ними придется полазиться, конечно, с этими траками. Потому что гребень отдельно приклеивается, вклеивается. Но в этом тоже есть своя прелесть. Идем дальше. Тут уже детали корпуса. Здесь дана деталь корпуса. Как я понимаю, они практически, даже не практически, а идентичные. Хотя, нет, разница между ними есть. Разница между ними есть. Видимо, это на разные модификации стояла разная панель. Отлит все отлично. Петли выполнены отлично. Есть имитация сварного шва. Мелкая клепка тоже все сделана качественно. То есть, полки все пролиты. В комплекте также идет фигура. На фигуру идет подотравленная деталь. Погоны. Петлицы. Фигура, как и в принципе многие дрэгоновские, выполнена отлично. Лицо пролито. Ну, очень даже ничего. Придется немного вот шов убрать от уха. Ну, в принципе, вот я собирал, где снайпер. Снайперов собирал. Там тоже практически у всех фигур был небольшой шов от уха. Но он очень легко зачищается. Также на фуражке есть подобная вещь. Не понимаю, зачем они торс разделили на две части. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Погоны даны отдельно. Но погоны мы будем делать в отравленной. Поэтому эти использовать не будем. Здесь защищаться все будет. Фуражка будет защищаться. Потому что все дано в отравленном виде. Части башни, как я понимаю, на разные модификации. Надо будет сейчас инструкции смотреть, разбираться. Здесь вот есть, скорее всего. Вот здесь есть отверстие. Здесь его нет. Также с башней. Надо будет с этим разбираться, смотреть. Архивы, может быть, там что-то дельное, толковое удастся уловить. Потому что здесь даже целых три подобных вещь. Сейчас я их покажу. Башни. И вот этих вот вещей дано три. Три. Части орудия. Хотя ствол дан точеным. Снаряды тоже даны. Они есть в комплекте снаряды. Также ящик для снарядов тоже есть в отравленном виде. То есть вот пока какую модификацию собирать я вот, я не могу сказать. А, это вот одна из модификаций, которая идет в командирской версии. То есть с модулем связи, как я понимаю. Здесь антенна. Она также дана вот в отравленном виде. Это антенна. Вот как раз. Ящик со снарядами. Ящик со снарядами. Вот он. Ящик для снарядов. Фактура дерева отлично сделана. То есть все пролит, все очень качественно. Снаряды. Ну, снаряды, смысл какой использовать эти, если в наборе даны травленые. Но все равно, вот, качество снарядов очень даже хорошее. Качество ящика вообще изумительное просто. Что могу сказать вообще по... Резюмирую, так сказать. По самому набору. Ну, здесь даны решетки. Но использовать их я не буду, потому что там даны травленые. Как бы смысл какой. Вот. Это вот то, что по модели. Также. Там была вот такая вот вещь. Это цемерит от Эдуарда. Травленый. Очень красиво сделано все. Это очень качественно. Прям на ощупь. Изумительно. Такой вот цемерит от Эдуарда. То есть, ну, вообще просто. Красота. Фактура передана. Очень качественно. Не надо накатывать ничего. Так что будем работать с цемеритом. И также был еще набор. Такой вот от Эдуарда. В котором шансовый инструмент. Петельки и прочее, прочее, прочее. То есть, вот, в этом наборе очень многое дано. Вот. Решетки. Решетки, петли. Качество, конечно же, на высоте. Вот такие вот вещи. Я думаю, на этом стоит мне закончить. Единственное, вот, могу виток подвести, да, по самой модели. Сама модель, как и вообще многие модели, да все, наверное, модели от Дрэгом. Старые, новые, неважно. Это не имеет значения. Они все очень-очень-очень высокого качества. Но, в то же время, они отличаются такой же высокой ценой. Хотя, если вы хотите собрать действительно копийную какую-то хорошую модель, то вам стоит именно прицеливаться на такие модели, как от Дрэгон, Бронко. То есть, то, что дорого, то миния, то, что дорого, то качественно. В общем, вот, смотри. Вот сколько лепников внутри находилось. Это все вот надо будет собирать. Здесь на три версии. Какую делать я буду, я пока не определился. На этом я пока закончу. Единственное, модель советую к приобретению, если у кого есть финансовая возможность. Ну, а если финансовой возможности такой нет для приобретения тигра от Дрэгон, есть замена тигра Томии. Тоже очень даже хорош. Тигр от Звезды, если только Королевский, с башен Порше. Или Хенш, или Неважно. Потому что это перепак Дрэгона. Кому обзор показался полезным, подписывайтесь на новые видео. То есть, вообще обзор это не так часто проходит у нас на канале. Ну, а кому было интересно, подписывайтесь на новые видео. Скоро будет Индиаранка, скорее всего. По зиме продолжение. Ну, и плюс сборка данного агрегата. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok